11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Здесь студия Налапшина и Светлана Заньков. Всем здравствуйте. Всем добрый день. Два часа мы работаем. Во втором часе мы будем рассказывать о ближайших мероприятиях в городе Кирове. Надо сказать, Аня, что я очень довольна выходными, которые прошли у нас, и не только из-за того, что был футбол, и все болели, и был очень яркий матч. Мы рассказывали и прежде, что прошел фестиваль «Взлётная полоса», и было еще много чего в городе Кирове. Я вот впервые почувствовала такие летние выходные, прошедшие очень насыщенно. День любви, семьи и верности, фестиваль «Вкусная Россия». Я помогаю тебе вспоминать. Да, да. А вот этот фестиваль «Железо» еще был, да, в потёте же выходные. Да, но это было в Белой Холунице. В Белой Холунице. Ну, просто очень-очень было много мероприятий, и, правда, у меня было полное ощущение лета, праздника и выходных в полной мере. И поэтому мы сегодня продолжим тоже рассказывать вам, горожане, где можно побывать и как почувствовать это лето. Это во втором часе. А в первом часе мы будем говорить про... тоже очень интересно обсуждать тему. Но дело в том, что в Урюпинске буквально недавно... Это Волгоградская область. Кто не знает, есть такой город в России? Да, он существует абсолютно, да. 28-30 июня прошел форум малых городов России, провинция. И представители Кировской области там тоже были и обсуждали общие проблемы для этих городов, разные абсолютно, в том числе и проблемы благоустройства малых городов, и как действуют эти федеральные программы, которые сейчас введены для малых городов, как они влияют сейчас на развитие города, с какими сложностями сталкиваются и власти, и жители, какие обозначают проблемы и задачи. И надо сказать, что после этого форума собирались составить, как я вижу, 100 рекомендаций для условного малого города, такой сделать конструктор, и 10 предложений для федеральной и региональной власти. Пока что мы не знаем, что вошли в эти предложения, может, в течение этой программы выясним. Собственно говоря, радостно то, что и наш сегодняшний эфир состоялся с подачей самих участников этого фестиваля в Урюпинске, в частности, с подачей Елены Савиной, которая находится у нас сейчас вот здесь, в нашей студии. И глава города Кирова-Чепецкая, Елена Михайловна, здесь сейчас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. И еще с нами в студии Ирина Жилвакова, глава города Слободской. Ирина Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Я вот каждый раз подчеркиваю, что очень радостно, что главами городов становятся женщины. Я считаю, что женщины – это все для нашей страны. Точно. Точно. Мы будем подключать по телефону ваших коллег сегодня для того, чтобы они поделились своим опытом и своими впечатлениями. Из Белой Холуницы, Котельничья и Уржума. Да, большая у нас такая география сегодня. Елена Михайловна, давайте начнем, собственно говоря, с самого повода, с форума «Малых городов». Кто вас туда пригласил? С каким настроением вы туда ехали? Приглашение поступало еще в прошлом году от главы города Урюпинска. Но в прошлом году я не собралась. В этом году все-таки приняла решение, что необходимо съездить, потому что Урюпинск получил статус столицы провинции. Они сами себе его заработали. Заработали, но они уже официально его присвоили и оформили. И поэтому они официально являются столицей провинции. Кроме того, город Урюпинск очень много делает в направлении продвижения города, брендирования города и развитию проектов, инициаторами которых становятся сами жители Урюпинска. И поэтому, безусловно, очень хотелось посмотреть на то, что происходит непосредственно в самом Урюпинске. А кроме того, послушать людей, которые приехали со всей страны, для того, чтобы рассказать, каким образом можно сделать жизнь не только в малых городах, но и миллионники приезжали, интереснее именно с подачи самих жителей. То есть проекты какие-то, да? Да. Как развивать, поддерживать инициативы снизу, как их интегрировать в развитие города. И вот что меня очень интересует, насколько действительно считают сейчас эти инициативы не просто полезными, но вот эффективно работающими на серьезное экономическое, в том числе, развитие вот таких городов. Вышли ли вы после этого фестиваля с ощущением, что малые города, малые и средние города действительно обладают сейчас таким ресурсом, который позволит даже при ограниченном финансировании, ограниченных бюджетах развиваться? Потому что темой последнего десятилетия была тема того, что города малые умирают, периферия умирает. Я думаю, что определенное направление взято и показаны пути развития. И нужно сказать, что здесь приоритет принадлежит молодому поколению до 35 лет. Очень много делается в этом направлении руководителем некоммерческой организации Урюпинска Василием Дубейковским. Он был у нас в эфире. И планируют приехать еще в Киров и в Кирово-Чепецк. И они позиционируют о том, что в современном мире можно жить где угодно. Главное определить приоритеты для своей собственной семьи, что хочется в этой жизни. И затем интегрироваться в жизнь города, который ты выбрал для жизни своей собственной семьи. И для него и его семьи, прежде всего, важно это сохранение именно традиционной семьи, духовности, экологичности. И это одних из ценностей города Урюпинска, которые они продвигают. Они с ценностями определились. Да, они определились с ценностями. Еще, мне кажется, вот это важная тоже история. Когда мы говорим о том, что малые города умирают, и что молодежь из них уезжает, не надо забывать о том, что молодые люди, которые уезжают в более крупные города, в столицу, и, может быть, даже за границу, чаще всего бывает так, что родители их остаются. И если это люди неравнодушные, готовые что-то менять и в чем-то даже помогать, то задумываясь о том, чтобы жизнь их родителей была интереснее, удобнее и прочее, они же тоже могут в этом участвовать, в этих проектах, понимаешь, несмотря на то, что они уехали. Ну и другая тенденция, которая на самом деле, которая урюпинском тоже пропагандируется, это что молодые люди, уезжая в большие города, попробовав там себя, приобретя какие-то компетенции, делают выбор в сторону возвращения, потому что воспитывать детей и строить свою семью и жить дальше... Удобнее, в небольшом городе, возвращаются и возвращаются. Такая тенденция, она может быть не очень большая, но она тоже есть. Да, безусловно, и то, что у нас все-таки сейчас позволяют информационные технологии работать в удаленном доступе, поэтому здесь, в общем-то, есть простор для возврата в малые города. Через какое-то время, да, люди, которые не очень любят офисную жизнь, московскую, крупную там, да, столичную, мне кажется, для многих из них, да, это будет хорошим выбором. Большая делегация из Кировской области была? Нет, из Кировской области было всего два человека, оба из Кирова-Чепецка были, но в целом приезжали делегации и по пять человек, и по одному человеку. Здесь, в принципе, наверное, зависит от того, с каким настроением люди едут, что они хотят получить от этого фестиваля, от этого форума. И поэтому, безусловно, здесь еще что понравилось, как раз урюпинцы, которые вернулись в город, молодые пары, они говорят о том, что в Москве очень мало что можно продвинуть и себя, и свои идеи. Высокая конкуренция. Да, а малые города предоставляют такую возможность. Во-вторых, жизнь в малом городе, несмотря на то, что, может быть, и уровень заработка ниже, чем в Москве, но и расходы гораздо ниже, то есть они считают уже совершенно по-другому. Ну, в частности, их интересовал детский садик Монте-Сори, и в Москве стоимость для одного ребенка – это 50 тысяч рублей. В месяц. В Москве очень дорогие услуги, очень дорогие. А в Урюпинске семейный клуб по такой методике им обходится максимум в 5 тысяч рублей. То есть, в принципе, они говорят о том, что в Москве нам бы пришлось на двоих детей 100 тысяч заработать, а здесь мы получаем качественные услуги. Еще с дополнительными плюсами жизни в малом городе был представлен проект «Жизнь в ритме ребенка». То есть, не надо спешить, можно все успеть, не нужно тратить на дорогу время, можно посвятить это семье, любимому делу, хобби, полезному делу на пользу всему городу. Мы, я думаю, сейчас Слободской будем подключать, да? Через полминуты, потому что после перерыва. Как и чем живут сейчас малые города Кировской области и России, мы обсуждаем в нашей программе сегодня в студии Елена Савина, глава города Кирово-Чапецк, Ирина Жилбакова, глава города Слободской. Ну, Ирина Викторовна, вы на фестивале не были, но вы знаете, чем занимались там коллеги, и, конечно, очень внимательно отслеживаете все тенденции, которые сейчас существуют. Кроме того, Слободской всегда, конечно, славился тем, что население Слободского очень активное. У вас грандиозная совершенно история, и история торговая, прежде всего, да, предпринимательство было основной вашей чертой, наверное, жителей Слободского. Ну, и еще надо напомнить, что Слободской – это такой исторический центр, наверное, да? Слободской – это город, где сохранилась историческая застройка, как мне кажется, вот, ну, на мой взгляд, в лучшем виде, чем она сохранилась даже в Кирове. Вот, не по уровню там обустроенности, реставрируемости домов и прочее, вот потому что сохранился дух вот этот вот старый, купеческий. Это моя цена. Да, но вот все-таки и федеральное правительство сейчас обращает, и региональное правительство обращает, и их стимулирует на развитие малых городов. Что сейчас происходит с Слободском? Какие деньги вам достались? Какие проекты вы сейчас реализуете? Ну, должна отметить, что деньги просто так не достаются. То есть за каждым участием в проекте этот род специалистов, населения и людей, которые болеют душой за свой город. Я не была в Рюпинске, но 26 мая была в Москве на финале Всероссийского конкурса лучших практик создания комфортной городской среды среди малых городов. И защищала наш проект, который был инициирован и населением, и администрацией, и поддержан Соборная площадь. Мы, к счастью нашему, вышли в финал из 152 малых городов, которые были в нашей подгруппе по численности населения, но из 49 в 15 счастливчиков мы не попали. И что меня радует в этой ситуации, не потому что не попали, мы все проанализировали наши ошибки, наверное, только в том, что очень мало софинансирования мы показали, мы просто не могли его показать больше, мы это обязательно учтем. И с региональными властями поработаем, чтобы в следующем году, когда конкурс продолжится, мы смогли достойно представить свой проект. Что радовало, что совершенно знакомые и незнакомые люди, понимая, что я уехала в Москву, что я уехала защищать проект нашего города, звонили, спрашивали, как там, какой результат, а что было, а что спрашивали, а уложились ли вы в те 7 минут, которые вам были отведены и так далее. То есть, мне кажется, что весь город... То есть, людям не все равно. Не все равно. Вот это очень правильно, хорошо показать. Да, это не все равно, это было приятно, несмотря на такую маленькую горечь поражения, так скажем. Но будем двигаться дальше. А что проект в себя включал? К чему вы встали? У нас есть городская площадь соборная, где есть некоторое созритое точение как раз памятников. И колокольня наша, и Михаила Архангельская церковь 1610 года постройки, да, там, и гостиный двор 1875 года. И проект включал, прежде всего, реставрацию вот всех этих уникальных объектов, потому что муниципальный бюджет, к сожалению, не сможет осилить все эти работы. Ну и соборная площадь стала соборной после 99 лет, значит, в прошлом году только. Наше депутатское сообщество, опять же, по инициативе населения, потому что этому предшествовало, в общем-то, опрос общественного мнения, дискуссии, вернули историческое название. Поэтому вот благоустройство площади, прилегающей к ней территории, в основном памятников, наш проект и предусматривал. Что увидела? Увидела коллег из малых городов, которые, наверное, так же, как и мы, очень любят свои города, которые тоже приехали целыми командами, и если глава муниципального образования, значит, защищает проект, то целая команда в коридоре ждет, волнуется, смотрит онлайн-трансляцию. То есть я увидела, что у малых городов есть достойные представители, которые и будут двигать, наверное, эти малые города, как и наши, с Еленой Михайловной, любимые города Чапец, там и Слободской, дальше. Ирина Викторовна, а большая сумма требуется для того, чтобы Соборная площадь приобрела должный вид? Сумма нашего проекта 80 миллионов рублей. А за финансирование сколько составляло, вы говорили, показали недостаточно? Ну, мы смогли показать только 2 миллиона рублей за счет наших постоянных, так скажем, партнеров. Слободской машиностроительный завод, Красный якорь, которые всегда во всех начинаниях помогают городской власти и в вопросах благоустройства прежде всего. Но когда проанализировали, в число 15 счастливчиков попало, допустим, три города из Татарстана. Бавлы, Нурлад, третий город, Ознакаево. Я посмотрела, что они смогли показать свое финансирование, муниципальное плюс региональное, до 30 миллионов рублей. А в процентном отношении у них сколько? То есть 2 миллиона от 80, мы понимаем, что это получается сколько? Там 2 процента? Ну, поменьше немножко, да? А у них там это 10 процентов. Вот так вот по анализу сколько должны составлять? Около 10 процентов от стоимости проекта, да? И тогда есть шансы получить возможности вот эти вот грантовые, которые даются. Вот эти грантовые конкурсы. Но проект очень интересный. И я тоже, когда уже все проанализировал, у всех прекрасные. Там есть исторические зоны, их меньше, кстати, чем хотелось бы. Может быть, пляжи, скверы, набережные. То есть очень интересные проекты и у наших коллег из других городов. Это программа «Комфортная городская среда» или это другая программа? Это, ну, можно так нашим языком чиновничным сказать, подпрограмма «Комфортной городской среды». Которая рассчитана на малые города. На малые города, да. Там четыре подгруппы, и в зависимости от численности населения там свои критерии установлены. Вы этот проект конкретно будете дорабатывать и выходить в следующий год с защитой, да? Если Минстрой России продолжит всю эту работу, а на сегодня есть как бы заверение, что это все продолжится, то мы будем дорабатывать и двигаться вновь в этом направлении. Кирово-Чепецк участвовал? У нас участвовало шесть городов от Кировской области. Мы тоже участвовали. И в этом плане нам еще тяжелее, чем городу Слободскому, в том плане, что один из критериев – это самоидентичность. И в этом плане, конечно, историческим поселениям легче показать самоидентичность и легче воспринимаемая эта самоидентичность. Молодым городам гораздо сложнее – это зацепить внимание конкурсной комиссии, прежде всего, в этом направлении. Ну и, конечно, огромное значение имеет еще экономическая составляющая. Сейчас Российская Федерация говорит о том, что мало создать, необходимо содержать то, что было создано, и, соответственно, необходимо переходить на экономическое софинансирование, создание такой среды, где будет работать бизнес, и что будет привлекать людей, что можно будет содержать. Поэтому здесь нужно будет тоже дорабатывать в этих аспектах. Но необходимо сказать, что Минстрой прогнозирует на следующий год еще большую конкуренцию, потому что часть регионов представляла на российский конкурс не все проекты, которые были заявлены в регионе. У них был внутрирегиональный отбор, и поэтому планируется, что конкуренция вырастет как минимум в два раза, может быть, и больше. Ну и, кроме того, те проекты, которые прошли обсуждение, особенно публичную защиту, они прекрасно понимают, где у них узкие места были. И они будут заявляться. Да, да, и они подтянут, естественно, что-то новое, увидели у коллег, которые защищались. Поэтому, ну это ведь хорошо, когда происходят точные защиты. Это коммуникации, которые позволяют увидеть свой проект с другой точки зрения. А вы какой проект представляете? Мы представляем проект «Сквера на Первомайской». Этот проект у нас... У нас город, к большому сожалению, не реализован до конца генплан, потому что он у нас молодой город. И в связи с, скажем так, с прекращением жизни Советского Союза, мы не смогли реализовать полностью генплан, и в том числе на «Скверно-Первомайской». Пять лет назад был актуализирован этот проект. В настоящее время он у нас снова был переработан. Минстрой не очень приветствует в северных городах фонтаны, но, как показал этот конкурс, фонтаны для жителей, значит, очень много. Наши тоже хотят жители фонтанов, поэтому мы сейчас идем. Минстрой не приветствует, потому что затраты большие, работает 2-3 месяца фонтан, да? Наверное, да. Поэтому считаю, что здесь нужно очень поработать над обоснованием эффективности в плане социальной тоже этого фонтана наличия. Ну, а мы понимаем, почему мы хотим фонтаны. Конечно. У нас хоть и 2 месяца, но мы хотим, чтобы почувствовали лета. Конечно. Это да. И ваш объем финансирования, который требует этот сквер? Сквер требует в реализации 95 миллионов. Из них у нас было заявлено на конкурс 95 миллионов софинансирования. Безусловно, здесь конкурс был до 100 миллионов. Здесь очень важно это софинансирование. Естественно, что чем больше выдержит за 100 миллионов, тем приветствуют. Но это один из десяти. У нас есть на связи Станислав Кашин, глава города Белая Холуница, ваш коллега. Станислав Александрович, добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Вот город, где был фестиваль железа. Добрый день. Станислав Александрович, мы обсуждаем с вашими коллегами те проекты по благоустройству, с которыми выходят города Кировской области на федеральный уровень, стараются получить софинансирование и реализовать в Белой Холунице по благоустройству. Где основные акценты сейчас ставятся? Ну, пока на сегодняшний день мы работаем, как, наверное, большинство муниципальных образований с численностью свыше тысячи человек, работаем с приоритетным проектом формирования консорсной городской среды. Не совсем пока получается, ну, не только Белой Холунице, но и другим муниципальным образованием, которые не вошли в состав, так называемой, агломерации, поработать с федеральными денежками, рассчитанными на программу «Безопасные и качественные дороги». В этом плане повезло только коллегам, которые находятся в студии. Слободскому и Чепецкому, да. Другие, конечно, муниципальные образования с такой доброй завистью смотрят на эти два крупных муниципальных образования, которые получают эти денежки. Но таких возможностей пока нет. Мы в этом году сознательно пока не участвовали в конкурсе, потому что, проанализировав и с теми городскими активистами, с теми экспертными, если его так можно назвать, сообществом, которое есть в Белой Холунице, качество нашего проекта, нашей заявки, которое можно было представить на новый конкурс, который проходил в этом году, конкурс исторических, малых городов и исторических поселений. Мы пока не стали подавать свой проект, потому что, ну, объективно, понимаем, что не успеть нам было подготовить его должным образом на городском уровне и в те сроки, которые предусматривались конкурсом. Станислав Александрович, а можно вот, да, можно коротко, вот что за проект был и какая сумма вот вам требовалась? Проект у нас был рассчитан на ориентировочный такой, очень сильно, но укропненный расчет, он составил у нас порядка 380 небольших миллионов рублей. Проект, который предполагал расширение пешеходной территории, территории, которая у нас уже окрещена в народе холунистским арбатом пешеходной зоны, которую мы начали создавать с 2013 года, в том числе с привлечениями федеральных средств и средств проекта поддержки местных инициатив и средств, направленных на вот новой, относительно для нас программы формирования комфортной вирусской среды, продолжение вот этого благоустройства набережной, Бухонусского водохранилища, строительства ротонды, ну и установление пешеходных связей между всеми, так скажем, объектами и рекреационными объектами спортивными, которые расположены у нас в центральной части города. Если говорить о своем росту, то это продолжение таких устройств велосипедных дорожек, устройств пешеходных дорожек, соответственно, вот это парковое обещание. Велосипедные дорожки, это круто. Да, Станислав Александрович. И благоустройство парка на берегу. Да, я представляю себе хорошо эту территорию. Ее любят и кировчане, кстати говоря, и я уверена, что... Очень много фотографий есть, кстати, оттуда красивых. То, конечно, Белохолнинский пруд и парк, и дорожки было бы излюбленным... Это было бы излюбленным местом посещения для кировчан, потому что, особенно там летом, хочется выезжать куда-то там из города и путешествовать по региону. А почему ваше экспертное сообщество решило, что проект пока не готов к выходу на конкурс? Какие основные отметили проблемные зоны? То есть условия конкурса, они не предусматривали пока наличие проектной документации, но мы недостаточно еще... То есть какие-то из объектов, которые у нас, так скажем, имеются определенного рода такое шерство, каких-то общественных организаций, например, у нас есть памятник, черный тюльпан, установленный, в общем-то, без привлечения бюджетных средств, организации «Боевое братство». У них есть продолжение вот этого проекта, который мы тоже включили в общую концепцию, и у них она проработана настолько детально, что там, по сути говоря, проверяя смету в госэкспертизе, и, можно сказать, готова для участия в любом конкурсе. Остальные же все эти части, вот это составные части вот этой вот нашей концепции, которая родилась в результате обсуждения, они пока не настолько детально проработаны, поэтому мы пока не стали представлять это все для участия ни на региональном этапе отбора, ни, соответственно, потом дальше. Да, Станислав Александрович... Мы понимаем, что в первый год конкурс, наверное, меньше всего, будем говорить так, меньше, менее напряженный, потому что у всех такая ситуация. Ну, собственно, наверное, мы даже готовы к тому, что в следующем году, если мы планируем участвовать, в следующем году конкурс будет более уже... Да, ваши коллеги подтверждают это. Станислав Александрович, у нас полминутки до перерыва. Скажите, пожалуйста, очевидно, наверное, что нужна какая-то помощь. Вы сказали, так называемое экспертное сообщество, не хватает, видимо, какого-то ресурса. Какая именно помощь нужна? Скажите, у нас в муниципальных образованиях достаточно долго этим вопросом никто не занимался, и, соответственно, в условиях развития, непрерывного развития общества на сегодняшний день запросы-то у молодого поколения, у людей, которые, будем говорить так, могут, ну, то есть, часто достаточно бывает в других, более крупных населённых функах в муниципальных образованиях. У них запросы-то совсем другие, чем мы можем себе, будем говорить так, позволить в рамках наших бюджетов. И вот для того, чтобы сделать эти объекты современными, которые бы устраивали требованиям общества, нам, конечно, не хватает здесь, ну, во-первых, не хватает, наверное, какой-то архитектурной мысли. Специалистов, которые обладают современными компетенциями. Понимаю. Спасибо большое. Станислав Кашин, глава города Белая Холуница. На полторы минуты прервёмся и продолжим разговор. Итак, благоустройство малых городов обсуждали в городе Урюпинске на Большом фестивале малых городов России. Мы немножко про него рассказали. И теперь приводим примеры благоустройства городов Кировской области, задумки, которые существуют в муниципалитетах. Проекты, которые выставляются на конкурсы федеральные. И обсуждаем те необходимые ресурсы, которые нужно подтянуть, чтобы эти проекты действительно были современными, отвечающими всем требованиям жителей этих городов. И выявляем проблемные зоны. У нас сейчас на связи Андрей Лыков, глава города Котельнич. Андрей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Рассказывайте о своём проекте. Где у вас, какие главные проекты вы сейчас разрабатываете и в рамках проекта «Комфортная городская среда», и в рамках подпроектов, которые для малых городов существуют. Наверное, всё-таки этот проект, судя по тому, что ваши коллеги говорили нам сейчас, это, прежде всего, проект, который инициирован жителями. То есть, вот их основная потребность, что они хотят видеть. Конечно. Конечно. В первую очередь, все действия, они и должны быть направлены на благоустройство тех мест, которые хотели бы видеть именно сами жители. Для такого вот определения, отбора мест, мы в прошлом году провели интернет-опрос, на котором жители города высказались за благоустройство сквера в центре города у фонтана. Там работы уже проводились, часть работ выполнена, и вот следующим этапом на этот год мы запланировали ремонт капитальный самого фонтана. Фонтан уже представляет на сегодняшний день довольно жалкое зрелище, морально устарел и физически, поэтому запланировали капитальный ремонт, изменение его структуры, сделать красивый, светодиодный, с подсветкой, светодинамический фонтан. Вот смотри, жители выбрали фонтан. Хотят фонтан. Да, хотят фонтан. Федералы говорят, не дадим денег на фонтаны. Будем защищать наши фонтаны, конечно. Конечно, Андрей Владимирович, устройства скверов, парков и фонтанов, мы представляем себе, какие это требует денег. Это очень серьезное вложение, и поэтому, конечно, муниципальными средствами тут не обходится наша надежда на федеральные программы, но, наверное, не только. Вот коллеги ваши подчеркивают, что для того, чтобы получить федеральное софинансирование большое, необходимо находить софинансирование большее, чем мы сейчас. Можем позволить себе, да. Можем позволить. Или готовы были, или раньше собирали. Большие требуют. Для вас это тоже является проблемой? Найти софинансирование? Конечно. Состояние финансов муниципальных на сегодняшний день довольно-таки сложное. Много проблем. Но, учитывая те условия, в которых мы работаем, как говорится, выбирать не приходится. Приходится софинансирование искать. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько готов в бизнес вкладываться в такие проекты, и насколько готовы вкладываться в них жители. Все-таки в Кировской области вот проект ППМИ существует. Когда он начинался, тоже скепсис такой был, что люди никогда свои деньги не будут вкладывать в то, что вроде как должно делать государство. А оказалось не так. Оказалось, что готовы, пусть немного, но все-таки. Проект ППМИ – это замечательный проект, и софинансирование там оно не такое большое, поэтому, наверное, и находит отклик у населения, решаются такие актуальные проблемы для каждого. А что касаемо бизнеса, вопрос сложный, потому что мы прекрасно понимаем, что бизнес будет вкладываться туда, где будет отдача, где будет результат экономический. Здесь же мы в основном идем по пути благоустройства мест массового отдыха населения, где довольно-таки сложно бизнесу получить какую-то финансовую отдачу. Или они не понимают пока, а репутационные какие-то выгоды для бизнеса. Ведь это же вот очень важно, что какая-то компания готова сделать так, чтобы жителям Котельничьи было красиво. Из Котельничья вышло много богатых людей, я вам скажу. Когда? Которые сейчас в Кире проживают. Что можно сказать? Конечно, социальный эффект он и есть такой рекламный. Но пока, по крайней мере, в нашем городе, наверное, мы, может быть, не нашли заинтересованных людей, может быть, имеется недоработка. Но пока мы тут вынуждены признать, не имеем отклика. Не очень охотный бизнес идет. Еще какие проблемные зоны вы обнаружили в процессе работы над проектами в рамках комфортной городской среды или, может быть, другими инициативами? Ну, в общем-то, то, о чем вы уже поминали, проекты довольно-таки все дорогостоящие. Потому что взять тот же, допустим, наш сквер, мы идем поэтапно. Сначала заменили дорожки, отремонтировали дорожки, брусчаткой отремонтировали. Сейчас вот следующим этапом сам фонтан требуется ремонт ограждения. Сразу, исходя из тех финансов, которые выделяются, довольно сложно все сделать. Поэтому пошли по пути поэтапного решения. Как всегда, все упирается в деньги. Основная, наверное, только в этом проблема. Потому что от населения большой отклик. Все люди, все жители города горят желанием, чтобы город стал краше. Тут проблем как таковых нет. Еще один вопрос, который у нас тут возник с подачи Станислава Кашина, главы города Белая Холуница, это отсутствие современной мысли, что называется. Отсутствие специалистов, которые обладали бы знаниями, компетенциями в современной архитектуре, в современных инженерных технологиях, которые необходимо использовать при благоустройстве разных территорий, вплоть до озеленения. Есть такая у вас проблема? В самом городе, конечно, да. Со специалистами тут сложнее. Но мы участвовали в проекте малых городов, подавали заявку. Для этого разрабатывали дизайн-проект, привлекали специалистов из Кирова. Ну, на наш взгляд, проект был достаточно хорош. К сожалению, мы не прошли конкурсный отбор. Но, тем не менее, в городе Кирове специалисты такие есть, и их, наверное, даже немало. Хорошие, красивые, интересные мысли предлагают. Поэтому, ну, у нас в городе, да, со специалистами сложно. То есть, помощь в технологиях софинансирования в работе нужна, да, в работе с бизнес-сообществом, правильно? И, возможно, вот мы это обсуждали сейчас в рамках стратегической сессии, которую Минстроя России проводил в Кирове конкретно в понедельник. Это какая-то единая там структура, которая могла бы вам предоставить разные ресурсы. Не только федеральный проект, городская среда комфортная, но еще есть куча грантовых конкурсов, частных и федеральных, и региональных. Но все это будет разбросано и собрать очень сложно, хотя на один проект можно из разных источников получать софинансирование. Вот этот ресурсный центр, центр компетенции, сейчас обсуждается необходимость его создания именно с точки зрения сопровождения проекта, в том числе, муниципалитета. В первую очередь, не в том числе, а в первую очередь. Как вы думаете, городам, муниципалитетам полезен был бы такой центр, куда вы обращаетесь, и вот там всемирная поддержка оказывается? Ну, на самом деле, обсуждался не так давно этот проект, если не ошибаюсь, понедельник, кажется, создание такого офиса. Действительно, это, наверное, с одной стороны, облегчит жизнь, имеет право на жизнь, когда все в одних руках, и это все доводится целенаправленно, действительно, чтобы в городах, в районах не было необходимости пересматривать все федеральные программы, потому что, ну, сами все прекрасно понимаем, их объем довольно велик, и загруженность работников тоже имеет место быть. Поэтому, конечно, помощь-то определенная она имеется. Опасение только вызывает одно, чтобы это не было создано пять орган, которые занимаются сбором отчетов всевозможных. С появлением любого органа у нас возрастает количество отчетности в разы. То есть главное, чтобы это все не утонуло в бумаге. Потому что мы очень много времени на сегодняшний день тратим на всевозможные согласования, процедуры, все они регламентированы. Допустим, те же проведения аукционов занимает как минимум от 30 до 40 дней. Подготовка документации, проверка этой документации. И если мы еще будем проводить всевозможные согласования с какими-то центрами... Вот лучше бы наоборот, чтобы такой центр компетенции на себя брал эти вопросы согласования, разгружая муниципалитеты. Наверное, так, да? Ну, технически надо, конечно, смотреть, каким образом надо собирать предложения, отрабатывать так. Пока мне идея нравится. Мне идея нравится и вызывает опасения только потеря времени, которая в условиях нашего короткого лета очень жалко этого времени. Мне-то кажется, что должно быть вообще, знаешь, как сидит вот такая вот большая компания людей, думающих. Муниципалитет дает им задачу, да, что мы хотим вот это прямо в сыром виде. А люди начинают уже все разрабатывать. И с годами у них же накапливаются все вот эти технологии. Какая-то интересная церковь конструкторское бюро, работающее на регион. Правильно. Может быть. Спасибо. Спасибо, Андрей Лыков, глава города Котенеч. К сожалению, мы не успеваем подключить Андрея Милюзина, главу Уржумского городского поселения. Но Андрею Арестовичу мы обещаем, что обязательно пригласим и продолжим эту тему, да, потому что мы... Не в последний раз мы поднимаем эту тему в нашем эфире. Ну и коротко тогда, буквально по одной фразе от наших гостей. Вот сейчас про этот центр компетенции как раз хотела бы вас спросить. Вы были на сессии стратегической в понедельник? Муниципалитетов кто-то был? Представители были. Были, да. Вы представляете себе, о чем речь идет? Да, конечно. Нужен такой центр Кировской области? Ну, я соглашусь о том, что идея интересная. И меня, конечно, вдохновляет, что за это дело один из ответственных это Иван Губин, все-таки зная его подход. Директор технического. Это радует. Но и хотелось бы, чтобы в этом центре компетенции как раз были и специалисты, которые могли бы выстраивать и систему мероприятий вот в городах именно на тех объектах, которые созданы на средства федеральные, муниципальные. Потому что общественное пространство – это не только брусчатка и бордюр, и даже фонтан. Это событие. Да, согласна, Ирина Викторовна? Да, конечно, я согласна, что нам такой центр нужен, потому что вот мы в процессе подготовки нашего проекта «Соборная площадь» обращались к нижегородским специалистам. То есть помощь, она все равно нам была нужна. Итак, спасибо нашим гостям. Елена Савина, глава города Кирова-Чепецк, Ирина Живакова, глава города Слободской. Мы будем следить за этой темой, развивать и поддерживать. Сейчас прервемся на новости и тематические программы и рекламы. Вернемся в начале первого. Совершенно верно.